Сегодня я вам расскажу, как русские блогеры пострадали из-за санкций против России. Но я расскажу вам про чувства русских блогеров, как это отразилось на их стремлениях, мечтах, на их жизненном потенциале. Как русские блогеры себя чувствуют сейчас в это действительно тяжелое время. Это будет уникальный выпуск о санкциях. Всем привет дорогие друзья, вы на канале Исламов Денис, с вами я Исламов Денис, лайки, комментарии, мы начинаем. До этого я уже делал выпуск, можете его посмотреть здесь, как санкции отразились на русских блогерах, где я рассказывал про физическую составляющую. Это подорожание цен, это ограничение возможности заработка для русских блогеров, отключение рекламы и многие другие вещи. Сегодня вы узнаете, как мы себя чувствуем после всех этих санкций. Итак, первое с чего я хочу начать, это с мечты блогерства вообще. Что это такое друзья? У каждого есть какая-то мечта, да, вот мы живем, мы учимся, мы работаем, но все мы о чем-то мечтаем. Представьте себе, на моем примере, я где-то два года назад начал мечтать о том, чтобы стать популярным блогером. И думаю, многие ребята в России, многие вообще люди по всей России тоже об этом мечтают. И вот, когда приходят эти санкции, человек мечтает стать популярным блогером. Но, как мы все знаем, чтобы стать популярным блогером, нужно очень много работать, очень много стремиться к этому и, возможно, заниматься ютубом не один год. А тут еще и вот так просто, санкции тебе по голове. И человек, который хотел стать популярным блогером, очень часто может сломаться после вот таких вот непредвиденных ситуаций. И да, это действительно так происходит сейчас в России. Многие, кто мечтали стать популярными блогерами, а может быть уже и сделали первые шаги навстречу к этому. Открыли свои каналы, начали первые видео и так далее. После санкций вот этих вот, они, они сдулись, они сломались. Потому что людям было и так тяжело начинать все с нуля, покупать оборудование, когда у тебя маленькая зарплата. А средняя зарплата в России всего лишь 40 тысяч рублей. Еще и санкции. И люди начали ломаться, мечты начали ломаться. И мир для многих людей на самом деле действительно начал рушиться. Второе, как мы себя чувствуем сейчас в России, мы все под огромным сомнением. Мы очень сильно сомневаемся сейчас. Мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, что нам делать и в каком ключе развиваться. Я видел много комментариев, где люди пишут, а смысл сейчас заниматься блогерством и снимать на YouTube. Ведь русский контент весь под санкциями сейчас. YouTube почти его не продвигает. За это почти не платятся деньги. И смысл просто так работать сейчас ради YouTube. И да, многие блогеры, которые сейчас этим занимаются, и крупные блогеры, им подключали монетизацию. YouTube какие-то свои санкции наложил на многие каналы российских блогеров. И все это, конечно же, сказывается на самочувствиях русских блогеров. Они не знают, что делать, как развиваться, что снимать, для кого снимать, почему и зачем. И те люди, у которых была действительно мечта, сейчас теряют эту мечту. Многие просто бросают YouTube, идут на работу и забывают об этой мечте. То есть многие люди, которые могли бы стать успешными без этих санкций, сейчас просто ломаются. Конечно же, российские блогеры очень сильно расстроены. И знаете, что такое депрессия? Депрессия это когда ты очень сильно уходишь в себя, потому что ты не знаешь, что делать, ты не знаешь, как жить дальше. В общем, тебе тяжело жить, назовем это так. И у многих российских блогеров вот сейчас такая ситуация депрессии. Потому что они не знают, как жить, для чего жить и зачем жить. Вот, приведу вам такой пример. Смотрите, я занимаюсь YouTube, например, 3-4 года. У меня уже достаточно крупный канал, я давно уволился с работы. И я зарабатываю только исключительно на YouTube. Больше я ничего не умею. Я умею хорошо снимать и все. Но на данный момент единственная платформа, которая может нам дать хорошие деньги со съемок, это YouTube. Ни для кого не секрет. Вот тут приходят вот эти санкции и говорят, больше ты не будешь зарабатывать. И ты такой, ага. А как же мне зарабатывать теперь, если я больше ничего не умею, если я большие годы своей жизни, многие годы своей жизни посвятил тому, чтобы зарабатывать на YouTube. Я научился, как это делать. Я это сделал и я этого добился. А теперь вы мне говорите, что ты не будешь зарабатывать. И самочувствие вот такого вот человека, который понимает, что все то, что он строил годами, а некоторые, может быть, там по 5, по 10 лет, по 15, просто вот так вот рушится, как башня небоскреба. И следующее чувство русских блогеров я сейчас вам расскажу на своем личном примере. Я занялся YouTube порядка 3 лет назад. Первые 2 года я занимался так себе. Снимал всякую ерунду на свой первый канал. Просто экспериментировал. Последний год я вот начал свой английский канал. Сейчас уже добился определенных успехов, как я считаю, для себя. И продолжаю развиваться. Изначально я начинал YouTube с целью добиться каких-то огромных успехов в жизни. Построить карьеру, получить денежную независимость, независимость от какого-то начальника. Возможность ездить по странам, общаться с разными людьми и так далее. В общем, жить так, как я хочу. И приносить пользу в этот мир и в эту жизнь. Но теперь для меня это все очень тяжело. Потому что, когда ты понимаешь, что монетизацию тебе могут отключить в любой момент, так как ты блогер из России, санкции на тебя дополнительные могут наложить в любой момент, так как ты блогер из России. И все, что угодно могут сделать с тобой, так как ты блогер из России в нынешней ситуации. И я просто задумался, А стоит ли мне инвестировать столько времени, столько сил, столько усилий сейчас в YouTube канал, если я даже не могу нормально с него зарабатывать? И неизвестно, смогу ли я зарабатывать в нынешних условиях, с учетом всех вот этих санкций, которые сейчас вокруг России. Мое состояние сейчас-то просто непонимание. Непонимание, а что будет дальше? А что мне делать дальше? Как действовать? К чему стремиться? Какие цели предпринимать? На что делать акцент? На что делать усилия? На что делать ставку? Что мне развивать сейчас? Мне пойти на работу и работать по моему диплому в море? Или мне развивать YouTube? Но, может быть, через год наложат еще дополнительные санкции? Мне вообще канал удалят, потому что я блогер из России. Что мне делать? Вот такие вот чувства сейчас испытывают русские блогеры. Guys, it was very emotional speech. If you like this video, or obligate to like this video, write your comments and subscribe to my channel. Thank you for watching and see you next time, guys. Bye-bye.